Теперь одна из важнейших тем, это также итог еще одного года. Еще по всей планете миллионы трупов, десятки, сотни миллионов больных, несчастных людей. Вот эту фотографию мне прислали, она бесценна и нет цены. Почему? Потому что есть вещи, которые видны невооруженным глазом. А мы видим, что здесь излучение земли имеет вот такую форму, изощренную, извращенную. Обратите внимание на дерн. Вы ничего не видите? Для меня такая фотография не имеет цены по одной причине. Я вынужден доказывать, что я не верблю, что гепатогенные зоны смертельны. Посмотрите, как расположены эти. Посмотрите. Вы видите, это концентрические круги. А теперь представьте себе, что еще не было здесь этого, вот этого, вот этого. Растение похоже на культурное. Скорее всего, черешня, вишни-черешня. Скорее всего, черешня. Посадили там, где не положено. И закрутила ее. Закрутила. А человека, вы видели когда-нибудь вот такого вот? Попробуйте человека взять и вот так вот. Он таким не станет. Знаете, почему? Он раньше умрет, чем его закрутят вот так. Вот. Это какое-то растение. А человеку делать нечего. У меня на острове была площадка где-то 50 на 50. Я дважды там садил. Еще когда сад был жив, я там долго хозяйничал. Значит, там вырастил великолепнейший... Прямо все удавалось. Великолепнейший однолетний питомник. Меня ворвали и... Быки прорывались было. И люди воровали. И чего только не было. И просто умирали без причин. И я подсаживал там. Сделал 2-3 штук. Я их подсаживал, подсаживал. Нормально все. Другой раз... Потом начали воровать уже сам питомник. А еще на заводе. А этот... Сторож Бич от него толку вон раз на неделю запой. И в красный хутор ушел. Вот. Все было. Второй раз я опять заложил питомник. А он рос только один год. Вот так вот всего. И остановился. И потом в течение 3-4-х лет, пока я за ним еще сидел, пока меня оттуда не выжили. Вот. Они не росли вообще. Ну, я-то рамками владею. Они не росли вообще. Вы можете представить себе дом, в котором дети не растут? А вы знаете, сколько таких детей, которые... А кто вам сказал? Помните эти, которые... Ну, хорошо, кто-то нашел себя в каком-нибудь там этом самом... Фор... Как он там это? Форт... 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 Форт Баян. Вот. Где-то кто-то. Некоторые стали звездами. Но это редко. Большинство это алкоголики, несчастные люди. Так. А вы проверили, а? Наука. Где он... Где все спал? А не на этой зоне, вот как это дерево. Кто-то об этом должен думать-то. Это как можно уснуть настолько, что не видеть ничего, никаких проблем вокруг. Я что, я говорю в простые слова? Я давал объявление в газету. Я ходил по домам, люди откликались и говорили, у меня там ребенок болеет. Я ходил, искал и находил причину. Я волноваться начинаю. Это такая важная момента. Что за наука это такая? Это у меня как бы узелок на память. Я вам рассказал, что там до самого пожара все эти годы. Ну, не растут еще. Ну, ладно, болит. Ну, сотни не растут. Тогда я, видимо, мы сейчас будем заканчивать 10 минут осталось. Смотрите. Я вам сейчас объясню, насколько это серьезно. Я полез... Вы мне можете не верить. Я полез и нашел две противоположные материалы. Первое, которое я приветствую. Оно нормальное. Я с ним согласен. Знаете, что такое? Упал метеорит. Пробил я, чертовой матери, эту. Большой метеорит. Там сотни килограмм, тонны. Огромные куски камней падают с неба. Они пробивают этот самый щит, на котором... Вот это вот плиты, да? Это благодаря им у нас растут деревья, мы растем. Вот. Они, так как атмосфера спасает нас от космоса, от космического излучения, да? Нас спасает магнитная защита всей Земли. Нас спасает конкретно тучи. Потому что когда тучи нет, а зоновый слой пропускает опасное излучение. Нас тучи спасают с неба. А из земли мы вот на этой плите живем. И хорошо, если повезло. А если там миллион лет назад упал камень, потом все это заросло, и кажется, все нормально. А там появился дом. Десять домов. Сто домов. А там полно больных людей. Вот. Которые не знают, о чем они болеют. Города. Да. И вот получается следующее. Я нашел нормальное объяснение. Вначале нормально, а потом поймете, почему у меня зло поберет. Геопатогенные аномальные зоны – это реальное физическое явление. Не я пишу, друзья. Не я. Это нормальное реальное физическое явление. Они образуются над земными пустотами, подземными водными потоками, грузами бывших рек, тектоническими разломами. В таких местах изменяются геомагнитные поля, уровень радиации, электропроводность почвы и другие параметры. Сейчас я вам кончу преподнесу. В пределах таких зон происходили и происходят различные физические процессы. Такие зоны называют активными. Смотрим дальше. А теперь официально, потому что Википедия – это современная энциклопедия. Внимание! Если где-то, когда-то, может быть, есть ли какой-нибудь институт, по какой профессии, где знает что-то как геопатогенозона, или хотя бы проклинает ее. Это какой может быть? Геологические институты. Не знаю. Итак. Материал из Википедии. Внимание! Держите за стулья. Геопатогенные зоны – это Википедия. Вот это было не официально. А это официально. Фигурирующие в ряде псевдонаучных, псевдо, значит, ложных теорий и городских легенд. А городские легенды – это я, городской сумасшедший, и ты похожий на меня. Почему вы помнили городские легенды? Вот. Это мы, городские сумасшедшие. Представление об участках на земной поверхности, на которых декларируется присутствие неких, слава какой, неких неизвестных в науке геологических и идеологических феноменов, якобы неблагоприятно воздействующих. Якобы. То есть это ложь. На здоровье самочувствующих животных растений. Вы понимаете, подлость вообще уже заранее известно, что нет никаких эпатогенных зон. Люди дохнут, животные дохнут, растения дохнут. Я придумал, мы будем заканчивать гипотический эксперимент. Вот. И мне нужно было бы полная абсолютная власть. Я мечтаю власти диктатора. Бодливой корове Бог не даст это. Но. Вот таких местах, где я бы определил большие участки, я бы сам бы лично. Это я умею. Вот. Я бы дал приказ. Я бы туда, чуть низкого слова, согнал. Приказал насильно привести всех малолетних внуков, правнуков, этих академиков, спящих. Вот. Построили для них бараки или даже хорошие дома. Будут жить до тех пор, пока вы не изучите это явление, пока не появятся реальные результаты. Вот. А пока лейте слезы, что ваши внуки в этой зоне живут, на которой вы хрен зажили. Вот. Вот. Или мы сейчас немедленно отпускаем, если вы поклянете, что это станет прерогативой вашей работы, главным направлением вашей жизни. Я беру тех почвоведов и прочих этих самых. Агронома. Сколько можно-то уже терпеть вот это вот самое. Ну. Это ж придумать вот это. Какая подлость. И как после этого, как те, помните, выпустил из себя развити. Возьмут с этой самой Википедии. Раз. Значит. Тут, как же, второе дерево вегетативных гибридов. А нет этих вегетативных гибридов. Уже на север продвинули то, чего... Ну. До сих пор ведь пишут, что 26-28 градусов – предел, наверное, столько секретиков. Что же они делают-то в Баскирии, у меня в Сибири, на Урале? Что они делают у этого самого? Подмосковья. Что они делают в Брянске? Ну, вы вдумайтесь здесь. Ну, если там больше 26-28. Ну, проверьте вы эти таблицы. Так хватайте этот самый... Как там было? Задрав штаны, бежим за комсомолом. Переначим. Задрав штаны, бежим к этому... К самому... К Макарову. К самому... Ну, к всех, кого я пересечал. Ну, раз мы вот это смогли сделать, ну, хватит уже это самое. И это тоже надо. Это я подводил итог. Итог, итог, итог. Вот этим надо заниматься. Придет время. Будем отращивать руки-ноги. Уже стволовые клетки обнаружили. Занимайтесь серьезно. Не какой-нибудь там остаточный принцип. Какая-нибудь лаборатория несчастная. Все силы бросить на это. Чтобы нам не пришивали почки сердца чужого человека. Радует, что кто-то погиб. Свеженький труп. А свое отращивать. Вот этим закончим. Вот этому человеку я поклоняюсь. Я не привык поклоняться молодежи. Для меня он умер в возрасте 51 год. Молодежь. Один из самых умнейших, талантливых людей на земле. На земле. Вот. Давайте прочтем. Основатель. Сейчас поймете почему. Скончался. Его смерть это вызов. Его смерть это доказательство. Умер 51 год. Всего пару месяцев в Чернобровке. Дожил до 52 года. По сообщениям в средств массовой информации. Вадим Александрович умер после тяжелой болезни. Представляете в его возрасте. Самый расцвет. Как утверждают авторы книги. Причиной смерти следователя аномальных явлений. Стало онкологическое заболевание крови. Это еще не все друзья. Вот. Видите это. Я пишу. По сула Джелезова. Аномальные геопатогенные зоны. Невидимая миру слезы. Короткая жизнь. Мучение. И смерть миллионам людей. А? Вот бы туда и внуков бы в эту зону. И пусть бы они покрутились. Вот. И получается. А настолько это просто, что я и пишу. Ну, кажется, не может быть простой. Обязательно берем сейчас. Лазим в этот самый. В ядро. И начинаем калечить геном с этих. Уже чуть не сказал. Человека. Вот это зона в моем саду. Одна из многих. Вот это зона в моем саду. Ни хрена не растет. Рамки не врут. Вот это моя зона. Ни хрена не растет. Это я, что не мог вырастить. А вы попробуйте. Садишь, садишь. Мертвое. Вот это когда-то. За это. Пусть меня на свете не будет. Я и Андрей Денисенко. Я сказал. Андрей. Сделай такой яркий. Предупредительный. Даже запретительный. 40 километров. Видите? Такой яркий плакат. Чтоб его нельзя было не заметить за километр. Я говорю. Мы когда-то с тобой за него получим Нобелевскую премию. За этот плакат. И он сделал. Премию. Это до сих пор платит по нам. Вот. Нобелевская. И теперь конец той статьи. Гарио предполагает, что недуг. Это про Черноброва. Про того гения. Недуг развился после посещения Черноброва Вместо посадок иного. Ну это ладно. Вместо посадок. Вопрос гипотетический. Но дело не в этом. Внимательно. Однако. Другие считают, что онкология была вызвана Воздействием радиации. Повышенный уровень, который наблюдался в районах Исследовавшийся Черноброва. Вы согласитесь, где вообще эти аномальные явления были? На разломах земной коры они были. И он не то, что как другие. Вот проехал на машине. Крепкие эти мозги. И не заметил. Каждая тысяча или десять. Помните эти дороги смерти? Стоят несколько десятков памятников. Мертвым. И то не хватает мозгов. Обязую дорогу построить. Или хотя бы такой плакат. И то мозгов не хватает. Вот. Это ладно. Это можно понять. Но. Человек мог. Он практически и отдал свою жизнь. За то, что недели, месяцы он изучал. Он исследовал. Пусть искал НЛО. Там нашел, не нашел. Другой вопрос. Вот. Но он был как раз очень долго в этих районах. И заработал онкологию. Только поэтому. Нет другой причины. Именно он. Это как знаете. Если минер. Он первый лезет в минус снимает. Он максимальный шанс взорваться. На мине. Чем тот, кто после него прошел. Так же? Вот. Вот. Вот это. И даже это не заметить. Не заметить. Не заметить. Да что же за страна-то такая, а? Вот. А я таким людям преклоняюсь. Я таким людям. Ему поставят памятник. Он больше лет через сто. Такой памятник. И уже хотя бы за то, что он стал жертвой вот этих геопатогенных зод. Он изучал. Он жизнью рисковал. Ну что, закончим на этом. Время истекло. Еще много можно было бы рассказывать, 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 рассказывать. Давайте. Вот то, что я посмотрел. Вот такой кусочек. То есть, примерно, два, три, четыре. Где-то шестую часть от того, что я... Вы мне портите вебинар. В последний момент такие письма приходят. Вот. Да и я не молчу. Я сам не могу пройти мимо вот такого. Мне нужны факты. Вот он факт. Вот те, которые посвятил свою жизнь и отдал свою жизнь. Ну хотя бы ради того, что он свою жизнь отдал. Ну изучите вы это явление. Ну избавьте вы, чтобы вот дети не вырастали ростом в один метр, когда двадцать, тридцать, сорок лет ему. Вот. Причины преждевременной старости, старения не знают. Вот. Причина лаконистического заболевания у маленьких детей. Ну исключите вы эти зоны. И вам-то что мешает-то? А? Как докричаться? Как вы? Поскажите. Вот сейчас, например. Давайте реально. Это пока... Глаз выпивающего в пустыне. Вот сейчас мой брат выделит этот кусок вместе с этой проблемой, вместе с этим, с человеком, которым я поклоняюсь. Да? Вот. Отдельно. Придумаем громкое название. Ну можно, чтобы не один человек, а сто человек. И нас в возрасте сейчас мало. Через месяц будет человек пятьсот всего-то. Вот. Ну триста из них хотя бы взяли бы, вот выслушав вот это. Мы же отдельными кусками потом будем делать эти фильмы. Разбивать на части. Два часа это вы смотрите. Три часа. Они каждый способен. И вот когда именно этот кусочек. Ну можно Академия наук, ну прям быстро туда. Вот. Типа караул. Ну в конце концов. Я говорю, что у меня такое желание было. Весь мир хохотал, когда на заседании, расширенное заседание Академии наук. Кто-то взял хитро, сейчас это легко делается, тяжко. Фотографии рядов с этими, с академиками престарелыми. Зал спал. Хохот был какой. Это была такая дискриминация. Нет, дискриминация это когда несправедливо. А это было такое, показано такое состояние людей, к которым обращаться вот с этой просьбой. Вот. Вот этой просьбой, чтобы все это изучать. Бесполезно. Это нужно свежая кровь в науке. Вот. А у нас выдающихся людей? Нет. Ну, выдающийся человек должен добиться, чтобы он был выдающийся. Все. Система Ниппель. Бесполезно. Не волнуйтесь. Назначат выдающегося. С такого числа ты выдающийся. Вот. Мы тебя в академике определили. Помните милиционера в академике? Путина. Уж на что этот самый? Я думал, его ничего делал нет. Даже я не знаю, как развлечился. Так. Так. Закончили. 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 Закончили.